При склеродермии кожные изменения проходят ряд стадий. Начальная стадия характеризуется плотным отёком, в последующем развивается индурация, затем атрофия кожи, в исходе наблюдается фиброз. Поражение кожи при склеродермии может локализоваться на любых участках тела. Наиболее драматичным для больного бывает появление склеродермического очага на лице. У больной очаг в области носогубной складки. Меняется цвет кожи. В центре очага депигментация и уплотнение, индурация кожи. По периферии яркий лиловый венчик, что свидетельствует о местной воспалительной активности и распространении очага. На щеке усиление сосудистого рисунка. При поздней диагностике заболевания происходят необратимые изменения. У ребёнка склеродермическое поражение лица по гемитипу справа. Виден характерный блеск, гиперпигментация кожи в стадии фиброза. Отмечается грубая атрофия подлежащих тканей. Из-за атрофии костей, верхней и нижней челюсти нарушается прикус, рост зубов, сформировалась гемеатрофия языка. В исходе заболевания грубая асимметрия лица. У девочки-подростка распространённая склеродермия с тотальным поражением кожи. Очаги различной давности. Более старые очаги имеют чёткий контур, гиперпигментированная кожа в стадии поверхностной атрофии. Очаги, которые появились недавно, имеют неровный контур, выраженный сосудистый рисунок, что отражает высокую местную воспалительную активность. Очаги имеют тенденцию к слиянию. На задней поверхности бёдер отмечаются диффузные изменения кожи, кожа синюшного цвета, очаги без чётких границ, что является признаком быстрого распространения процесса. На передней поверхности левого бедра формируется линейный очаг. В центре, из-за выраженной индурации, кожа приобретает цвет слоновой кости с характерным блеском. В зоне индурации прекращается рост пушковых волос. На внутренней поверхности бедра зона обширного воспаления. Диффузные воспалительные изменения становятся более заметными при перемене положения. Разлетая лиловая окраска свидетельствует о тотальном поражении кожи высокой местной активности процесса. У девочки-подростка склеродермия по гемитипу с тотальным поражением кожи правой руки. Отчётливо видны очаги депигментации, плотные на ощупь, с выраженной индурацией и фиброзом в центре. По сравнению с левой рукой, вся кожа правой руки гиперемирована вследствие быстрого распространения процесса. По задней поверхности плеча и предплечья у девочки сформировался грубый линейный очаг фиброза. Кожа плотная, с характерным блеском депигментации, по периферии выраженные воспалительные изменения. У больной небольшие округлые очаги склеродермии локализуются в области голеностопных суставов. Очаги в стадии местной воспалительной активности сиреневого цвета с подчеркнутым сосудистым рисунком. В центре телеангиоэктазии. При формировании фиброза возможно нарушение функций суставов. При распространенном склеродермическом процессе возможно обширное поражение кожи. У этой девочки быстро прогрессирующее течение заболевания. Изменение кожи в виде гиперпигментации и поверхностной атрофии. При прогрессировании заболевания вслед за атрофией кожи возможно атрофия подлежащих тканей с уменьшением конечности в объеме. У больной сформировался грубый линейный очаг по внутренней поверхности бедра и голени. Вслед за атрофией кожи атрофируется подкожная клетчатка. Сосудистый рисунок становится более подчеркнутым. В центре очага видны линейные индуративные изменения кожи с исходом фиброз. Кожа становится плотной, цвета слоновой кости. При переходе индурации фиброза кожи на область коленного сустава формируется его контрактура с ограничением функции. Здоровая кожа и подлежащие ткани легко берутся в складку. При склеродермии кожа теряет эластичность, из-за нарастающей плотности складка не собирается. На остальных участках тела поражение кожи носит более поверхностный характер. Видны обширные участки гиперпигментации. На спине на фоне гиперпигментации видны новые округлые очаги с сиреневым оттенком и тенденции к слиянию. У девочки гемитип склеродермии. Поражение кожи и подлежащих тканей привело к уменьшению в объеме левой руки. Отчетливо заметно укорочение пальцев левой руки. При выполнении упражнения функция лучезапясного сустава слева сохранена, сустав сгибается под углом 90 градусов. За счет уплотнения кожи и переартикулярных тканей сформировались контрактуры в межфаланговых суставах кисти. Функция суставов нарушена. Девочка не полностью собирает в кулак левую кисть. Из-за контрактур в мелких суставах кисти слева она не может прижать концевые фаланги к ладони, сделать кошачью лапку. На здоровой правой руке фаланги прижимает полностью. Таким образом, локализация поражения кожи при склеродермии может быть в виде отдельных очагов и по гемитипу. При поражении кожи по гемитипу возможно уменьшение в объеме конечностей и даже половины туловища. При очаговой склеродермии очаги могут локализоваться в любом месте. На голове можно увидеть линейные очаги в виде удара сабли. У мальчика 5 лет поражение кожи по типу удара сабли. Линейный очаг распространяется со лба на область носа, орбиты, скуловую и теменную область. Виден характерный блеск кожи, уплотнение. В области очага – атрофия подлежащих тканей. В теменной области кожа истончена с трофическими нарушениями при соединении вторичной инфекции. Она обработана антисептиками. Лицо больного с акросклеротическим вариантом склеродермии приобретает характерный вид птичье лицо. В области носа истончаются кожа и хрящи, появляется заостренный нос. За счет склероза кожи вокруг рта формируется стянутый кисетный рот. Акросклеротические изменения в области конечностей на руках и ногах приводят к истончению и нарушению роста концевых фаланг пальцев. У пациента формируется склеродоктилия. У пациентки с акросклеротическим вариантом склеродермии за счет склероза кожи нарушается функция мимической мускулатуры. Лицо амимично, зажмуривается не полностью, при нахмуривании лба возможно уменьшение количества мимических морщин. Затруднено открывание рта. Губы истончены. Кожа на носу плотная, блестящая, нос заострен. Лицо приобретает иконописный вид. Выражен отек кистей. Из-за склероза кожи над дистальными фалангами пальцев уменьшен размер концевых фаланг. Ладони складывает не полностью. Плохо собирает пальцы в кулак. Не доводит концевые фаланги до ладони из-за контрактур. Из-за множественных контрактур мелких суставов не может выполнить упражнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok